здравствуйте дорогие ребята сегодня мы с вами поговорим о третьем уроке первого модуля который называется файлы и папки давайте вспомним о чем мы говорили на прошлом уроке мы с вами говорили что такое информация какой бывает информация и что можно с ней делать помним что же такое информация информация это сведения которые мы получаем об окружающем нас мире какие же виды здесь представлен информации диск с музыкой картина в музее и статья в газете вспомним диск с музыкой это звуковая информация картина в музее это пример графической информации статья в газете эта информация текстовая что же можно делать с информацией какие действия можно производить над информацией эти действия называются информационными процессами давайте вспомним это передача хранения и обработка а теперь давайте подумаем может ли компьютер передавать хранить и обрабатывать информацию да ребята как он будет хранить давайте посмотрим что же такое компьютер компьютер это устройство для работы с информацией он может ее обрабатывать хранить и передавать как же хранит информацию компьютер. Информацию компьютер хранит в файлах. Что же такое файл? Файл содержит информацию одного типа, например, текст, звук, рисунок. Файл также имеет имя и место хранения на компьютере. Все файлы, ребята, лежат в папках, а папка – это коробка для файлов. Вот у нас на рисунке показано. Когда файлов много, их удобно хранить в папках. Папка может содержать много файлов, и папка может быть пустой. Посмотрим на рабочий стол. Что мы здесь видим? Мы здесь видим различные значки. Как вы видите, это ярлык программы Google Chrome. Дальше видим папки, видим файлы, файлов. Сколько же тут папок и сколько тут файлов? Здесь всего две. Папки – это фото и видео. И четыре текстовых файла. В текстовых файлах хранится текстовая информация. Тут есть папки для фото и видео, но нет папки для текстов. Что же нужно сделать? Значит, нужно создать папку. Как же мы создаем папку? Посмотрите, пожалуйста, на экран. Для этого мы должны нажать правой кнопкой мыши на пустом месте на рабочем столе. Вот, посмотрите. Далее. Затем во всплывающем меню выбираем пункт создать. Внимательно смотрим. И далее выбираем папку. Нажимаем на имя папки, потому что у нас написана была новая папка. Значит, мы должны дать имя папки. Вводим новое имя и нажимаем на клавишу Enter на клавиатуре. Теперь мы создали папку. Затем зажимаем файл левой кнопкой мышки и переносим в папку файлы, которые у нас на рабочем столе. Затем, нажав на папку левой кнопкой мышки два раза, мы что делаем? Сможем увидеть наши файлы и распределить их в правильном порядке. То есть наводим порядок. Внутри папок, ребята, могут быть не только файлы, но и другие папки. Создать и переименовать их тоже можно. Чтобы закрыть папку, нажимаем на крестик в правом верхнем углу окна этой папки. Но все файлы, которые мы положили в папку, они останутся в ней. Затем, что еще можно сделать с папкой? Папку можно удалить. При удалении папки все файлы удалятся, которые лежат в ней. Итак, важное правило. Все, что мы будем создавать и сохранять на компьютере, мы будем создавать и сохранять в персональных папках. И это мы с вами сегодня сделаем. Для этого мы должны зайти на платформу. Вспомним инструкцию, включаем компьютер, открываем программу Google Chrome, вводим интернет-адрес mars.algorithmica.as и вводим свой логин и пароль. Вот так. Надо навести указатель мыши на значок программы и дважды нажать на левую кнопку. Затем в адресной строке записываем, вводим текст mars.algorithmica.as и дальше нажимаем на Enter на клавиатуре. Затем записываем свой логин и пароль. А теперь вы посмотрите, пожалуйста, как смотреть инструкцию на платформе. Стрелки показаны для того, чтобы переключать слайды, а кнопка «Далее», что перейти к следующему заданию. А теперь давайте рассмотрим некоторые основные задания на платформе. Первое задание. Нужно прочитать. Выбери лишнее действие. Подумай, в каком порядке они должны выполняться, все варианты. И выбираем лишнее действие. Лишнее здесь действие будет «Открой рабочий тетрадь». Ответить и отправляем ответ. Рассмотрим второе задание. Нужно сопоставить примеры и виды информации. Текстовая – это текстовый файл, звуковая – это диск с музыкой, графическая – это чертеж. И отправляете ответ. Далее. В следующем задании нужно сопоставить примеры и информационные процессы. Давайте посмотрим. У нас есть передача, обработка и хранение. Передача. Друзья разговаривают по телефону. Обработка. Писатель пишет исторический роман. И хранение. В плеере есть несколько музыкальных альбомов. Отправляем ответ. Далее. Четвертое задание. Соедини изображение и название элемента. Но надо помнить, что информация хранится в файлах, а файлы лежат в папках. Файлы и папки имеют имя и место хранения. И поэтому мы выбрали вот этот ответ. Папка класс и файл класс по отдельности соединили с названиями. Отправляем ответ. Остальные задания, пожалуйста, выполните сами, ребятки. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин